Скоростной поезд «Ласточка» в перспективе может связать Санкт-Петербург и Тихвин, сообщает Пресс-служба администрации региона. Соответствующий вопрос был задан губернатору Александру Дрозденко в ходе встречи с трудовым коллективом Тихвинского вагоностроительного завода. Скоростной маршрут «Петербург-Тихвин» – первый из планируемых к открытию подговоренности с РЖД, ответил Дрозденко. Поезд «Ласточка» предназначил для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах России, оборудованных высокими и низкими платформами. Максимальная скорость эксплуатации составляет 160 км в час. Использование возможно при температуре воздуха от плюс 40 до минус 40 градусов, без особых ограничений. В настоящее время в зоне обслуживания северо-западной пригородной пассажирской компании электропоезда «Ласточка» задействованы на маршрутах от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроил, Луги, Мельничного ручья, Рощина, Канильярви, Великого Новгорода, а ранее Инбаума, Кузнечного и Калища. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают в течение пяти-шести лет очистить небо в центре города от проводов, но отказываться от электротранспорта ради этого не собираются. Как сообщили журналистам в среду глава Комитета по информатизации связи города Станислав Казарин, в настоящее время готовится нормативно-правовой акт, запрещающий прокладку поперечных воздушных линий связи через улицы, парки, каналы, реки. Вся центральная часть города представляет собой одну большую паутину проводов. Найти там улицу, которую не пересекают десятки проводов, практически невозможно. Сейчас мы точно говорим, что историческая часть города нуждается в таких ограничениях. Период очистки будет зависеть от того, как быстро мы примем нормативно-правовой акт и как быстро появится подземная канализация там, где она требуется. В течение пяти-шести лет эту работу в центральной части города выполнить возможно, сказал Казарин. Власти рассчитывают, что документ будет принят до конца года. Пока же освобождать небо Петербурга от проводов приходится, уговаривая их собственников. Глава Комитета подчеркнул, что в документе речь идет о линиях связи. Запрет не затрагивает провода электрического транспорта. Электрический транспорт является наиболее экономичным. В угоду чистому небу от электротранспорта мы отказаться не можем. Острый вопрос по трамвайным и троллейбусным проводам не стоит, сказал Казарин. В первую очередь планируется очистка от воздушных линий территории будущего общественного пространства, почтовый квартал, а затем, вероятно, Суворовского проспекта, сказал Казарин. Глава Комитета отметил, что на сегодня удалось освободить от линий связи воздушное пространство Невского проспекта. Директор автоматической телефонной станции Смольный Феликс Касаткин, в свою очередь, добавил, что работы по Невскому проспекту заняли два с половиной года. Магистраль пересекали около 430 волоконно-оптических линий, большая часть которых имела владельцев. Он подчеркнул, что без принятия нормативного акта работа идет очень медленно. Дальше так нельзя, иначе это займет лет сто. Нужно запретить создание новых воздушных линий связи, а затем уже в рамках законодательства избавляться от существующих, сказал он. В Калининградской области на основе летнего сезона скорректирован прогноз числа туристов по итогам года, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. В региональном правительстве с большим оптимизмом начинают подводить итоги летнего сезона и оценивать перспективы осени. На днях министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщил, что прогноз количества туристов по итогам года скорректирован. Если в конце мая речь шла о 900 тысячах человек, то сегодня он оценивается в 1,2 миллиона туристов и, возможно, больше, рассказал Лысков. По его словам, с момента открытия области для туристического потока 24 июня в регион по состоянию на 14 августа уже прибыло 205 тысяч человек. Обычно в это время область посещала 130-140 тысяч туристов. Хорошая перспектива посещаемости складывается и на сентябрь. Бронирование месяц размещения на этот месяц уже составило 70% без учета аренды различных индивидуальных квартир и апартаментов. При этом глубина бронирования сократилась, очень много импульсивных покупок туров и поездок выходного дня, отметил Лысков. В октябре в области начнут работать предложения, стимулирующие туристов на отдых в регионе. Отельеры запускают программу 2 плюс 1, когда человек при покупке размещения на два дня получает бонусом еще одни сутки проживания. Также начнет действовать и кэшбэк от Ростуризма, который с момента старта набрал большую популярность, отметил собеседник агентства. Надеемся, что и погода нам не преподнесет неприятных сюрпризов. Пока что прогноз на тот же сентябрь весьма благоприятный. Некоторые туристы смогут даже искупаться в Балтийском море, заключил пресс-секретарь губернатора. Как сообщалось, в 2019 году в регион приехал 1 миллион 740 тысяч туристов. Ожидалось, что в 2020 году их число составит более 2 миллионов человек. В Эрмитажу пройдет онлайн-экскурсия, посвященная берлинскому фарфору, сообщает пресс-служба музея. Посетители увидят произведения 18 и 19 столетий. Шедевры, представленные на экспозиции в Эрмитаже, расскажут зрителям не только о высочайшем мастерстве их создателей, но и об истории внешнеполитических и династических контактов России и Пруссии. Все желающие узнают о появлении фарфора в Европе, об основании королевской фарфоровой мануфактуры Берлина и ее приобретении прусским королем Фридрихом II. Им также будет показано настольное украшение к знаменитому берлинскому сервизе Екатерины II, подаренному императрице Фридрихом II в 1772 году. В ознаменовании победы России в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Политический союз между Россией и Пруссией был упрочен династической связью. В 1817 году был заключен брак великого князя Николая Павловича, будущий император Николай I, с прусской принцессой Шарлоттой, получившей в России имя Александры Федоровны. С этого времени императорские сервизные кладовые систематически пополнялись подарками прусского короля Фридриха Вильгельма III, отмечают в музее. Патриарх Кирилл призвал российские власти не наделить Соловецкий архипелаг особым статусом, который ограничит его посещение туристами. Нужно поговорить с Министерством культуры, с руководством президентской администрации, с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места. Ведь можно это место захламить моментально и создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить. Люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте, сказал Патриарх на заседании Попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага. Если не ограничить посещение Соловков туристами, то это, по словам Патриарха, плохо отразится как на физической экологии и природе, так и на духовной экологии и культуре. Соловки, как подчеркнул Патриарх, могут превратиться в парадный дом, ну а вслед за этим уничтожатся. Патриарх считает, что нужен такой режим, который не был бы опасен для экологии с большой буквы, этого замечательного места. Зачастую монастыри, которые изначально были местом уединения, становятся объектами для туризма, что, как отметил предстоятель РПЦ, является большим испытанием для братьев. Патриарх отметил, что за год с момента его последнего визита на Соловках была реконструирована взлетно-посадочная полоса, на которую не будет особой нагрузки, влияющей на экологию и духовную жизнь. Однако рядом с ней была построена парковка для самолетов. Огромный паркинг, который был построен, это, на мой взгляд, излишне, сказал Патриарх. Пешеходный экологический маршрут, оборудованный тематическими стендами, деревянными настилами и смотровыми площадками, проложили в заказнике Сестрорецкое болото, сообщает Пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга в среду. Длина маршрута составляет 3,5 километра. С него открывается вид на разнообразные формы болот – низинное, переходное, верховое, каждое с характерным для него сообществом флора и фауны, отмечают в комитете. Заказник Сестрорецкое болото – это уникальный природный комплекс, сохранивший в неизменном состоянии, несмотря на длительное освоение. Площадь территории составляет 1877 гектар. В Петербурге оборудовано несколько экологических троп. Первая протяженностью 2,8 километра была открыта 6 лет назад на территории памятника природы Комаровский берег. Экологические маршруты обустроены также на территории памятника природы Дудерговские высоты и государственного природного заказника Западный Котлин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова